Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Может быть, с помощью камней, может быть, с помощью каких-то действительно живых растений. Чтобы это выглядело как такой красивый пейзаж. Начиная от ирисов, подснежников, вандышей и заканчивая пионами, розами. То есть биологическое многообразие цветов позволяет украшать город весьма и весьма сильно. Во всяком случае, во многих европейских городах сейчас как раз идет пора цветения тюльпанов. Голландия вся в цветах. У нас чуть-чуть пока не так шикарно. Нарциссы, тюльпаны. Это вот сейчас на весенний период. Ну а потом, что, не знаю, нас Турция, анютины глазки. Мне кажется, что в центре тоже мало. Надо еще больше цветов засадить. Вот уже сегодня еще вообще нигде цветов не видела. Только во дворе где-нибудь у бабушек. Чтобы настроение не поднимается, вот идешь, абсолютно серый город. Фиалки, наверное, и красиво, и их много разных. В центре у нас всегда все красиво. Всего много, а вот какие-то дальние микрорайоны их забывают. Вышка, Чапаевский микрорайон. Как бы вот туда, Гаево. Например, в Эмиратах сад цветов сделан на капитуне. И там очень интересные композиции. Я думаю, есть чем получиться. Не только в Европе, но и в Азии. Я сегодня первый день приехал в Беремь. Я с Катеримом приехал. По центру прогуливаюсь. Так, в принципе, нормально. Ну, деревьев мало я говорю. Вот как у нас. Вот у нас в центре прям стоит там чульпаны. Прям как везде там расположено. Очень красиво. Вот. Такое яркое все. Вот у нас в индустриальном районе. Там вообще там даже газонов нет нормальных. Там просто все очень в плачевном состоянии. Очень, конечно, не нравятся машины на газонах. Вот эта площадь, ее просто надо сделать. Может быть, даже скверик. Цветы, которые будут согревать нашу душу, чтобы яркие были, пышные. Везде, наверное, это необходимо каждому человеку. Цветы – это прелесть, это радость, это красота.